Представьте, что вы пришли на прием к врачу, но не можете рассказать о своих симптомах. К тому же вы не понимаете, что говорит вам врач. Это распространенные эпизоды жизни людей, лишенных дара речи, слуха или зрения. Но теперь у них есть альтернатива. Это силиконовый браслет красного цвета с предупреждающей надписью HELP и специальным QR-кодом. Отсканировав его, вы получаете нужную информацию о человеке. Сейчас обществу дали 166 браслетов. Этого достаточно, чтобы закрыть вопрос с первой очередниками. Их 96 человек. Незаменимыми становятся браслеты в случае, когда пострадавший теряет сознание или лишается памяти. Тогда любой из окружающих становится для него спасением. Можно узнать его данные, телефоны родственников, а экстренно прибывшие медики получают важную информацию о пациенте. Такой браслет становится поистине вопросом жизни и смерти. Увидев его на руке человека, вам необходимо включить QR-сканирующее устройство, поднести к браслету и вы получите всю необходимую информацию. Получите ссылку, перейдя по которой, вы увидите всю необходимую информацию о человеке, включая его личные данные и, самое главное, о медицинские показатели. Здесь и группа крови, и препараты, которые принимаются, и аллергены, которые могут привести к анафилактическому шоку. Выдача ID браслетов началась в так называемых группах риска и одними из первых и стали получать глухие. Им нужно потратить всего несколько минут, чтобы специалист заполнил алкетные данные и зарегистрировал браслет. Получил его и 79-летний Василий Сафронович. Пенсионер говорит, что ранее уже попадал в ситуации, когда такой браслет пригодился бы. Он в трамвае упал, то есть никто ему не мог бы принести информацию, потому что он говорит, у него с собой никаких документов не было. А так, если был бы с ним этот браслет, то есть как бы у каждого сейчас есть смартфон, который бы смог бы снять QR-код и увидел бы там всю информацию о нем. Было бы, да, неплохо, если бы, допустим, у него был бы раньше этот браслет, и он бы мог прийти к доктору, и, то есть, сняв QR-код, он бы сразу увидел, что его беспокоит, и его хронические заболевания. То есть, сразу бы меньше вопросов было. Идея выдачи ID-браслетов не нова, но Одесса – единственный город в Украине, где ее удалось реализовать. Ранее вопрос обсуждался на сессии Горсовета. Депутаты дали добро и проект реализовали через общественный бюджет. Пока планируется закупить более 600 таких браслетов.